Добро пожаловать на мой канал, сейчас расскажу, что нового слышно в мире ММА. Надеюсь, что у вас все хорошо, все близкие, здоровы, настроение в порядке, друзья. Желаю вам приятного просмотра. На турнире UFC Vegas 47 Шавкат победил соперника Карлстона Харриса. Поединок, запланированный на три раунда, завершился в первом раунде. Рахманова успешно пробил и победил. Красиво сделано. Благодаря техническому нокауту получает он 50 тысяч долларов премиальных. Уверенная победа. После точного хайкика добивает соперника уже в первом раунде. Комментатор сказал, что Шавкат на данный момент является самым лучшим проспектом UFC в полусреднем весе. Надеюсь, что UFC поддержит этого парня и подтолкнут его по рейтингу. Таким образом, Шавкат одержал третью победу в UFC, а в ММА – пятнадцатую. Более того, спортсмен досрочно завершил все свои встречи. Для Карстана Харриса это поражение стало первым в UFC и пятым в карьере с семнадцатью победами. Реакция Шавката на победу. Давайте послушаем. Очень интересно. Я всю технику отрабатываю в принципе. Везде у меня все хорошо получается. Удар с разворота тоже отрабатывали. Я думаю, после пятнадцати финишей это неудивительно. Все мои бои завершились досрочно. Бонусы прошедшего турнира UFC. Бой вечера. Джулиан Эроса против Стивена Питерсона. Все сто тысяч забрал Эроса, так как Стивен провалил взвешивание. Выступление вечера Шавкат Рахмонов. Выступление вечера также Чиди Нжокуане. Единственное, что его сдерживает Шавката – это отсутствие английского языка, потому что это может затруднить его маркетинг для западной аудитории. С другой стороны, у Шавката и так немалая аудитория. Этот парень – вундеркинд. Надеюсь, он попадет в топ-15 рейтинга. Красавчик. Как всегда, порадовал. Следующим, как мне кажется, было бы хорошо, чтобы дали ему бой против Мэгния. Его бой против Мэгния был бы хорошим испытанием. Пишите в комментариях, как вам поединок, друзья. А мы движемся к следующей новости. Хамзат Чумаев провел спарринг с Магомедом Исмаиловым. Магомед в свое время выступал и в среднем, и в полутяжелом, и в тяжелом весе. Все это в зале, в знаменитом клубе Tiger Muay Thai в Таиланде, в котором оба бойца на данный момент тренируются к своим предстоящим поединкам. Видео совместного спарринга опубликовано на странице тренера Магомеда Рамазана Исмаилова. Да будет лысая битва! Интересный спарринг получился у ребят. Рост хороший у Чумаева для своего веса, правда? Сразу это заметно. Далеко не у всех такая антропометрия, как у Хамзата. Чтоб вы, друзья, не забыли, напомню, что Исмаилов проведет свой следующий бой по правилам бокса. Это будет турнир РЕН-ТВ в конце этого месяца, 25 февраля. Соперник, опытный нигерийский боксер Алан Реваджо Дурадола. Бой будет четырехраундовый. Для Маги это будет очень непростой поединок, но он этого и не скрывает, что идет в основном за деньгами. Что касается Хамзата, следующий бой против Гилберта Бернса. У него бразилец в настоящее время занимает второе место в полусреднем весь UFC. По словам большинства инсайдеров, победитель противостояния станет следующим, кто получит титульник. Очень хорошая цена этого поединка. Комментируя их спарринг, тренер Маги заявляет, что впечатлен боксерскими навыками Хамзата. Послушайте, пожалуйста, его слова. Хамзат Чимаев настоящий зверь, и бокс у него на хорошем уровне. Небольшой отрезок с братского легкого спарринга. Подписал он видео, опубликованное у себя на странице. А вот что Хамзат ответил по поводу их спарринга с Магой. На следующий спарринг большие перчатки принесу, 12 раундов сделаем. Чисто рубка, готовься Мага. Было бы здорово, если бы после рубки следующие спарринги были по борьбе. Интересно было бы посмотреть, как они борются. Не случайно, что парни встретились, потому что сейчас все бойцы в Таиланде, в Пхукете, это Петр Ян, Чимаев, Визиев, Исмаилов, Исмагулов, Марив, Нуралуалиев и многие другие. А мы двигаемся к следующей новости. UFC официально анонсировали бой Петра Яна с Алджемейным Стерлингом. До этого были неофициальные разговоры о поединке, но теперь информация подтвердилась, друзья. Турнир UFC 273 9 апреля. Если помните, то изначально Ян и Стерлинг должны были подраться на турнире 30 октября в прошлом году в Абу-Даби, но тогда Стерлинг снялся с боя, сославшись на проблемы со здоровьем. В итоге Ян одержал победу над Кури Сентхагеном, стал временным чемпионом. Чемпион Волкановский дал прогноз на реванш Яна и Стерлинга. Вот его несколько слов. Да, я выбираю Петра Яна. Ян мой друган, и я смотрел тот первый бой. Вы понимаете, что я имею в виду? Алджемейн Стерлинг хорошо выглядел в начале, довольно неплохо дрался на момент окончания. Но я имею в виду, что Петр Ян из тех парней, которые идут туда, просчитывают тебя и начинают оказывать на тебя давление. Я просто верю, что это будет почти такой же бой, но я думаю, что Петр начнет действовать даже раньше, чем предыдущим боем. Такое мнение Александра Волкановски. Алджи с момента их боя даже не дрался, а вот Петр провел, как я уже сказал, прекрасный бой с Кури Сентхагеном. Будем смотреть реванш. Что-то подсказывает, что Петя будет газовать уже с первого раунда. В этом я соглашусь с Волкановски. Алджемейн Стерлинг отправил сообщение Петру, текст которого гласит «Снимите фейковый пояс с Яна, или я это сделаю». Алджи назвал фальшивым чемпионский пояс Петра Яна. Видит, что много болельщиков в него не верят, поэтому плывет по течению, пытаясь получить максимальную отдачу от вот этой сложившейся ситуации негатива. Что еще надо отметить, что Петр Ян полностью уверен в своей победе над Стерлингом. По словам Яна, на этот раз Стерлинг не снимется с поединка. Послушайте, пожалуйста, его слова. Настроение на бой отличное. До боя еще долго, но Стерлинг будет плакать 9 апреля. Постараемся победить досрочно. Стерлинг не сольется. Это не актуально, не в его интересах сливаться с поединка, так как это его единственный шанс подраться за пояс за пейпервью. Еще раз, дорогие подписчики, отмечу. Объединительный бой между Стерлингом и Петром Яном станет вторым по значимости событием турнира UFC 273. Состоится 9 апреля. В этот день мы с вами, друзья, узнаем, у кого фальшивый пояс на самом деле, а у кого настоящий. Двигаемся дальше. Дорогие друзья, вчера в ролике мы с вами слышали прогноз Хабиба на бой Махачева. Теперь предлагаю послушать, что рассказал Али Абдальазис, менеджер. Интересно его мнение, потому что ведет он дела сразу и Махачева, и Дарюша, и еще многих других ребят. Но нам интересны конкретно эти двое. Давайте узнаем, на чьей он стороне. Вот кусок из интервью Али на канале SPN. Я люблю их обоих, но нельзя заглядывать за спину Бенейлу. Он довольно опасный боец. К тому же это первый поединок Махачева с бойцом из топ-5. И тот факт, что болельщики смотрят Бенейлу за спину, это безумие. С Исламом все понятно. Он будет драться как за титул. А некоторые говорят, что Дарюш для него это легкий бой. С ума сойти. Бенейл стал гораздо сильнее. Ну и Ислам тоже. Оба бойца стали заметно лучше, и уже совсем скоро мы узнаем, кто есть кто. Из его слов, друзья, стало понятно, что так же, как и мы, ждет этого поединка, но не советует смотреть за спину Бенейлу. Стоит отметить, что с атлетами такого уровня Махачев еще действительно не дрался. Поэтому правильно говорит, что бой будет чемпионского уровня. Для Махачева многое будет решать исход поединка. Чтобы вы не пропустили этот поединок, хочу напомнить. Махачев Дариуш возглавит турнир UFC Fight Night 202, который пройдет 26 февраля. Победитель станет главным претендентом на пояс в легком весе. Победитель далее встретится с победителем майского боя Оливейра Гэджи. Тем временем, Ислам считает Оливейру настоящим вызовом в своей карьере. Как думаете, увидим их бой в конце года? Иржи Прохаско высоко оценил потенциал Магомеда Анкалаева. Буду ждать его, говорит. 7 мая Тейшейра будет драться с Прохаской. И что интересно, друзья, мне нравится Прохаско, но Глойера не стоит списывать со счетов. Оба на взаимном уважении это очень вдохновляет. Говорит Прохаско про Анкалаева. Он очень хороший боец. Я присутствовал на его последнем поединке с Аздемиром в Абудабе. И он выиграл тот бой с помощью отличной стратегии. Он легко передвигается на ногах, он быстро бьет и хорошо реагирует. Не знаю, какое место в рейтинге он сейчас занимает, но я считаю, что из бойцов, входящих в топ-10, у него лучшие навыки, чтобы добраться до самой вершины. Я буду ждать его. Но сперва мне нужно выиграть титул. Чтобы послушать обе стороны, давайте будем объективными. Вот слова Магомеда Анкалаева, что он рассказал про Иржи. Последние два боя Прохаско провел очень зрелищно. У него нокауты, он зрелищно победил. У Иржи короткий путь, но я думаю, что он заслужил драться за титул. У него своя техника, интересная. У каждого свой стиль. Он много двигается, бьет необычные удары. Мне кажется, что для соперников это неудобный стиль. Анкалаев в следующем своем бою встретится с бразильцем Сантосом. Это будет хороший бой с большим количеством ударов с обоих сторон, несмотря на то, что Сантос превращается в одного из самых скучных бойцов UFC последнее время. Я вижу, как Анкалаев разбирает соперника и выигрывает по итогу решениям судей. Кто будет владеть поясом через год? Я думаю, что Анкалаев будущий чемпион, но я не уверен, что у него хватит времени, чтобы завоевать пояс в этом году. Это скорее уже вопрос не к Магомеду, а к матчмейкерам UFC. Напомню, что Магомед Анкалаев и Тиаго Сантос проведут поединок на турнире UFC 13 марта. Как думаете, друзья, сколько Генри Сихуда нужно, чтобы победить Фрэнсиса Нгану? Согласен, необычный вопрос, но все же. Мой друг большой фанат Сихуда говорит 3, а я думаю, что он ошибается. Говорю ему, что по крайней мере 6. Что вы думаете, друзья, сколько? В новом интервью Генри Сихуда рассказал про Нгану. По его словам, в итоге Фрэнсис покинет UFC, заработает как минимум 40 миллионов долларов за бой по боксу с Тайсоном Фьюри. И Сихуда отмечает, что Нгану не такой глупый, как о нем думают, что он очень умный парень. Пока что непонятно, что решит Дана Уэйт, но Генри Сихуда уверен, что Фрэнсис все-таки проведет многомиллионный бой против Фьюри. Все, что нужно, это один точный мощный удар от Фрэнсиса. Спросите Оверима, Меочча, Розенстрайка. Он буквально разнес их всех. С другой стороны, Фьюри не будет просто так стоять. Правильно? Фьюри боксер, он в боксе как рыба в воде. А для Нгану это будет новый опыт. Чат Мендес здесь же сделал компрометирующее заявление про Дана Уэйта и компанию в целом заявил про зарплаты. На дебюте в Bear Knuckle FC я зарабатываю столько же, как Фрэнсис Нгану за титульник на UFC 270. Напомню, что Мендес получил больше чем 600 тысяч долларов за свой первый бой, при этом примерно столько же заработал от партнеров. Один момент. Все забывают, что 600 тысяч Нгану это забои, это гарантированная выплата по контракту, без учета процента от Pay Per View и выплат от партнеров. В общем, его гонорар минимум 3 миллиона долларов. Согласен, что даже это не сопоставимо с тем, что он реально заслуживает. Предлагаю также послушать, что Джо Роган рассказал, почему он хочет, чтобы Фрэнсис пошел в бокс. Послушайте, что говорит на своем подкасте. И мне действительно интересно. Часть меня хочет видеть его в боксе. Мне нравится видеть, как он дерется в ММА, но также я хочу видеть, как он боксирует, чтобы получил гигантский гонорар на примере боя Конора Макгрегора с Флойдом Мэйвезером. Потому что, когда Конор дрался за тот бой с Флойдом Мэйвезером, он заработал 100 миллионов долларов. Роган хоть и друг Даны Уайта, но, как видим, на стороне Нгану в этом вопросе. Все сводится к решению Уайта. Разрешить не разрешит бой по боксу. На этом у меня все. Большой привет всем, кто смотрит меня из России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Белоруссии, Молдовы и всех уголков нашей планеты. Всем моим зрителям, кто меня смотрит, большое спасибо за поддержку. Приходите еще за новостями. А теперь давайте продолжим общение в комментариях. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok